Давайте начинать. У нас сегодня достаточно нетривиальная тема. Нетривиальная с какой-то точки зрения, что не всегда задумываются о том, что же лежит немножко за гранью того, когда вы провели исследования, проверки гипотез и ваша модель, детище, которое вы пестовали, растили квартал, полгода, уходит в свободное плавание и приплывает к бизнесу, который смотрит, что это очень красиво. Недаром говорили в свое время, что ДС – это новые консультанты, что делали шикарные, очень интересные презы, которые потом вставили на полочку, говорили, что все очень круто, но это существенного влияния на бизнес не оказывало. Поэтому чуть представлюсь, собственно, преподаю на программе FTIAT. Если вам интересно что-нибудь связанное со случайными процессами, Монте-Карло-симуляциями, работой моделей на финрынках или просто анализ временных данных, как то там Монте-Карло-Марковчейн, прогнозирование, прогнозирование неопределенности и же с ними, то добро пожаловать. Помимо этого возглавляют центр модельных рисков в банковской торговой книге. Соответственно, все модели, которые в Збере, в принципе, разрабатываются так. Каждый раз, когда кто-то приходит, будет у меня, видимо, всплывать. Все модели, которые в Збере разрабатываются для прогнозирования чего-то, связанного с экономикой, как, например, поведут себя клиенты, если ставка скакнет, сколько будет стоить американский опцион на акцию какую-нибудь, какие риски мы на себя берем, если у нас в портфеле такой набор производных финансовых инструментов. Это все проходит через нас, как через внутреннюю экспертизу, насколько это вообще применимо, какие есть слабые места и можно ли сделать лучше. Этим занимаемся мы. Поэтому тема, заявленная, она очень близка, скажем так, прямо сердцу, потому что именно доверие – это то, то, что является ключевым, наверное, элементом в успешном включении этого числа. Мы, Веру, чуть отключим, с вашего позволения. Я, наверное, миную у нас всего час. Материалы, естественно, все будут предоставлены. То, что завязано на статистику Сбера – это очень большой, крутой банк, у которого самые большие прибыли, очень крутой, причем, equity, очень много клиентов, как физиков, как и юриков. И все это, благодаря тому, что у нас уже, ну, последнее число, эта презентация несколько устарела, более двух с половиной тысяч моделей. Не, ладно. Больше двух тысяч точно. Две сто, по-моему. Где-то так. Модели, в принципе, в банке, в группе работают. Причем модели самые разнообразные. То есть, когда мы говорим «модель машинного обучения», те, кто заканчивали эконом, обычно представляют себе старину какую-нибудь. Те, кто заканчивали какой-нибудь бакалавриат по анализу данных, представляют себе, что там бинарная классификация в банке, естественно, самая нашумевшая, какие-нибудь рекомендательные системы и т.д. и т.п. Но скоп моделей, которые у нас, в принципе, отрабатываются, он очень большой. То есть, например, когда вы запускаете просто приложение «Сбербанк онлайн», там одновременно работает, ну, порядка нескольких десятков моделей, которые, по сути, из каких-то атомарных частиц собирают вам ваш стартовый кран, где уже посчитали ваш кредитный потенциал, посчитали, какие вам, в принципе, на основе транзакции предложения будут интересные, предложили вам какие-то покупки, переводы и прочее на основе, опять же, какой-то регулярности того, с кем вы последним общались, или что вы последним, например, смотрели в магазине, который является партнером Сбера. То есть, все это собирается лично под вас. Понятно, рексистема? Вроде все тривиально. Чуть расширяем скоп. То есть, поверить рексистеме достаточно легко, потому что это уже для нас стало нормой. Вы наблюдаете это в онлайн-кинотеатрах, вы наблюдаете это в магазинах, даже когда заказываете просто еду. Но есть модели, которые для нас означают что-то новое. При том, что они в какой-то специфической сфере в своем мерке варились, но сейчас проглядывают, и им, на самом деле, довериться очень сложно. Перед вами инициатива, которая развивается активно сейчас в рисках. Это работа CSG, Environment, Social and Governance, в частности, с экологическими, физическими рисками. Что это такое? Когда у вас реализуются события типа урагана, очень актуально в связи с завтрашним прогнозом, град, наводнение, очень актуальная тоже история, наоборот, засуха, пожары, таяние вечной мерзлоты, из-за чего, если вы помните, на рисском никеле, там случилась огромная протечка и масштабная экологическая катастрофа. Это, на самом деле, случилось из-за того, что все наше заполярье строится без глубокого фундамента, рассчитывая на, так сказать, фиксированный слой вечной мерзлоты. А это совершенно не так, с учетом изменения климата. И, соответственно, у нас разрабатываются модели, чтобы работать со всеми такими проявлениями. Собирается данные с метеорологических станций, со спутников фотографий, динамика считывается, данные сейсмографов, которые расставлены, данные с гидростанций, которые анализируют течение и температуру воды вокруг нашего, собственно, побережья. И все это агрегируется в одну большую модель, которая, в принципе, подсвечивает разные риски в регионах России. Вопрос. Я не буду сейчас в какие-то философские вещи уходить, как обычно здесь сделал. Большой вопрос. Вот вы занимаетесь корпоративным кредитованием, например. То есть ваша задача поговорить с кредентом Юрлицом. Это какая-нибудь большая компания ООО «Рога, копыта, газ и нефть», которая занимается очень разносторонней деятельностью. И вы хотите наладить с ним отношения. И вот вам модель говорит, что у этого ООО «Рога и копыта», вообще говоря, склады и добывающие установки расположены в зонах, где очень высока вероятность реализации того или иного риска, как то какие-нибудь ураганы или наводнения. Или другой пример. Вы работаете с фермером. Вот такой нормальный, столь земли, приобрел себе пару гектаров, взял в лизинг несколько тракторов, комбайнов, построил амбары для хранения зерна и занимается сельским хозяйством. Очень круто. Но вы замечаете, что какая-то модель вам говорит товарищ, там, клиентский менеджер. В этом регионе в следующем году планируется сильная засуха, поэтому кредитный риск этого заемщика будет несколько выше, чем ты предполагаешь. Поэтому мы рекомендуем тебе это учесть. Вот будет ли, вообще говоря, клиентский менеджер, который привык, там, пришел, договорился, Вась, Вась, купил подороже, продал подешевле. Крутую бизнес-модель описал. Наоборот, конечно. Будет ли он смотреть вообще на эту модель? Я вам отвечу эмпирически. В большинстве случаев он скажет, что это какой-то булшит. Как бы, ребят, у меня стоит вопрос, там, выполнение каких-то своих планов по выдачам. У меня есть постоянный клиент, с которым мы работаем, крупняк, и мне некогда вообще заниматься этой штукой и учитывать, там, сколько стоит кредит. Как бы клиент спокойно может уйти куда-то еще, в другой банк, где такой фигни, которую вы принесли, нету, и спокойно там получить кредит под меньшую ставку. Поэтому пока сам бизнес-пользователь, который не учился там на ФТИАДе, потрясающей программе, где вас научат всему, что связано с использованием ДС моделей в бизнесе, он не учился на технической специальности, как в Мехмате, ФИСФАКе. Это просто человек, который закончил, не знаю, вполне возможно, соцфак или там филфак, но из-за того, что он хорошо общается с людьми, он пришел работать в банк и умеет хорошо договариваться про сделки. И пока вы ему не объясните, не заставите его самого поверить в это, бизнеса, основанного на данных, не получится. Помимо этого, как бы еще вторая сторона монеты, эту инициативу планируется использовать, чтобы помочь клиентам работать со своими климатическими рисками, потому что тот же самый Иван Петрович из Архангельской области, который вскапывает землю, засевает ее и жнет, он очень хорошо понимает сельское хозяйство, но когда ему говорят, Иван Петрович, вам нужно потратить, мы предлагаем вам ознакомиться с результатами модели, как бы у вас очень высокая вероятность либо паводка, и вам нужно потратиться на дополнительные системы водоотведения, либо наоборот, высокая вероятность лесных пожаров и засухи, и вам нужно перезаложиться на систему орошения и борьбы с лесными пожарами, там прокопать овраги, подготовить персонал к этому, и на это вам нужно потратить половину вашей годовой прибыли прогнозируемой. Вот насколько он будет готов поверить. Как бы начинание, безусловно, не это очень греет душу, оно отрадное. Вот именно это слово, наверное, выражает мое отношение, что использовать наши мощности и наши возможности экспертизу, чтобы помочь окружающему нас миру справиться с такими непростыми ситуациями. Но тот же самый Иван Петрович взвешивая на чаще весов половину своей итоговой прибыли, то, что он планировал пустить на расширение производства, на отдых, на семью, не знаю, купить дом, и что ему говорят какие-то ребята в очках, в кроксах, я не знаю, со смузи, что Иван Петрович, так-то у тебя все сгорит в этом году с вероятностью 87%. При том, что он уже пять лет здесь спашет, и все было хорошо. Очень сложная ситуация. И это тоже нужно уметь правильно донести, чтобы вызвать доверие, и чтобы эта инициатива не осталась на уровне хорошей затеи с какой-то непонятной реализацией. Едем дальше. Про эти модели вы уже слышали, генеративки, и где же здесь доверие, спросите вы, ты же создаешь, по сути, то, что сам хочешь. Здесь возникает очень широкое поле для ФРАДА, то есть вы себе даже не представляете, хотя я думаю, вы ребята в курсе, насколько глубоко сейчас копаются и разбираются в современных технологиях, те, кто у нас называются мошенниками. Это генерация видео, генерация голоса, то есть вы же сами видели все эти новости, когда просто взломали аккаунт, раньше написал, скинь 5000, спрашивают, а это ты, что мы там делали в прошлую пятницу? Тебе отвечают по цифровым следам, следам чисто по переписке, мы были в баре с тобой, отмечали что-то, ты кидаешь деньги. Дальше все уже навострились, что это постоянно взламывают, стали, слушай, я что-то не верю. И сейчас голосовые сообщения, симулированные полностью по голосу, по образцам голоса, видеосообщения, то есть могут даже позвонить в каком-нибудь зуме условно и с онлайн-обработкой голоса и видеоизображения выдать себя за другого человека. На вопросы тоже буду отвечать, сейчас просто закончу тезис. Поэтому здесь вопрос доверия, он стоит даже шире. Насколько вы сами сможете доверять окружающему вас информационному полю с такими возможностями генеративных моделей, когда каждую новость со всеми доказательствами, фактами, видео, фото с места событий можно сгенерировать в отличном качестве без регистрации смс, развернув у тебя на серваке уже в открытом доступе модели. И насколько компания финансовая, то есть в частности Сбер, может доверять обращениям и т.д. и т.п., потому что мы-то затачивали тоже в свое время, там еще лет 10 назад, все наши системы безопасности и антифрод-системы на основании уже известных каких-то паттернов. И поэтому эта борьба щита и мяча, она выходит на совершенно новый уровень. Так, Вячеслав спрашивает, а сам Сбер начислит резервы под таким кредитом с потенциальными экологическими рисками? Смотрите, работать с резервированием – это достаточно интересная игра, ну не игра, а задача. Как бы теоретически, если мы понимаем и верим в эту модель, то прежде всего это вылится именно не в ухудшение кредитного рейтинга клиента, а именно в работе с резервами. Потому что мне хочется, чтобы это сказывалось на клиентах, но мы хотим быть готовыми к какому-то массовому, к какой-то массовой реализации кредитных рисков. Поэтому резервы – это, наверное, такая очень целевая история. Так, дальше. Медицинские технологии, которые также у нас есть. Собственно, два примера я привел. Это Айда, AI Diagnostics Assistant. И модель, вторая, про нее расскажу. Значит, Айда – это просто второе мнение для терапевта. Собственно, все мы понимаем, 15 минут на прием – это как-то на самом деле маловато, чтобы действительно вникнуть в проблемы человека. А именно такой норматив сейчас стоит у всех врачей. Поэтому врач работает как такая переобученная нейросеть. Он выискивает в голове самые частотные и наиболее вероятные таким образом версии и считает их истинными. В условиях ограниченного времени это оптимальный ход. Здесь сложно их осуждать. Но именно вот такое второе мнение, которое на основании вашей истории болезни и медицинской карты поможет выдать еще гипотезы сразу, чтобы просто он посмотрел, ему не нужно было перебирать в голове это все. Врач просто смотрит на список, думает, это точно не подходит, это точно не подходит потому-то, а вот это надо бы дополнительно все-таки проверить. Это на самом деле паретооптимальный способ увеличить надежность всей медицинской системы, потому что именно терапевт является входным окном любого заболевания. И вторая инициатива, ей занимается мой хороший знакомый, это перед вами компьютерная томограмма мозга. Есть такая очень нехорошая болезнь, которая называется инсульт, даже не болезнь, а заболевание, случай несчастный. Это когда закупоривается кровоток в мозге, сосуд закупоривается, в мозг не поступает кровь, в связи с кислородом, и мозг постепенно начинает умирать. Это очень печальная история, если не столкнуться. И если вы хоть что-то слышали, вы понимаете, что здесь критически важно, очень сильно работает история с бриллиантовыми секундами, золотыми минутами и серебряными часами, чем быстрее реакция, тем выше вероятность оставить человеку тот же уровень жизни, что не отомрет какая-то критически важная область мозга. И для этого критически, опять же, важно вовремя отследить, где у человека случилась проблема, какая область мозга подвержена негативному влиянию. Это делается при помощи компьютерной томограммы, и вообще говоря, это делается на глаз, к сожалению. То есть есть какие-то автоматические паттерны, которые предобучены, предобучены, но это больше решающее правило, нежели какая-то глубокая нейросеть. И поэтому в большинстве своем врач на глаз определяет, какие области мозга пострадали. Естественно, такие кейсы, такие ситуации очень сложно отрабатывать. И модель, которая была разработана как раз для детекции пострадавших областей в мозге, которая поможет врачу выделить такие области. Уже на пилоте было выявлено там несколько кейсов, когда модель находила те области, которые врач пропустил. И я надеюсь, все мы понимаем, насколько это важно для человека, который обратился за помощью. Но, опять же, насколько эти модели будут влиять на медицину, если врачи, которые этим занимаются, не будут этому доверять. Есть потрясающий кейс, я сейчас не вспомню. Герман Оскарович про него рассказывал где-то в открытых сетях про искусственный интеллект, точнее, про развитие медицины. Была одна компания, которая занималась медицинскими технологиями новыми. Они разрабатывали новые методы исследования, новые методы лечения. И была одна проблема. Они изменяли инструментарий, изменяли ландшафт этих всех инструментов, но они не изменяли мышление врачей, которые на местах их применяют. А вы все, наверное... Хотя вы все молодые, бодрые, здоровые, но там люди уже моего возраста, они сталкиваются зачастую с кейсами, когда старый, очень опытный врач, у него есть отработанная схема решения, и он просто не верит. Точнее, в критический момент, когда нужно быстро реагировать, он не станет пробовать ничего нового. Он будет работать по тем же самым методам, он будет назначать те же самые лекарства, те же самые процедуры. И поэтому та компания, собственно, она пошла путем развития собственных образовательных институтов и собственных клиник, где клиники не будут бояться применять новые инструменты, а врачи, прошедшие новый, совершенно другой путь образовательный, не будут бояться пробовать и испытывать эти самые инструменты. Здесь то же самое. Мы можем уделать хоть 100 решений по искусственному интеллекту в медицине в год выпускать, но пока не появятся врачи, которые будут этому доверять, результатов сверх ждать, ну, завышенное ожидание. И мы плавно переходим, собственно, к результирующей такой мысли. Был такой замечательный форум в Давосе, я думаю, кто-то слышал, кто не слышал, это ежегодный экономический форум, где собираются, ну, так сказать, самые толстые кошельки и с точки зрения стран, и с точки зрения компаний в горах достаточно продолжительное время отдыхают, общаются, заключают новые сделки и проводят конференцию. Если так можно выразить, это питерский экономический форум на максималках, если будет проще понять. И, естественно, после прошлого года нельзя было бы себе представить этот форум без Сэма Альтмана. Это, если кто-то вдруг не знает, глава OpenAI, компания-разработчика ChargerPT. Здесь проведена полная цитата, но одна, ну, вот основная мысль, которую я выделил из полного выступления, это то, что пока не будет достигнуто доверие между тем, что называется сейчас искусственный интеллект, и человеком, никакой реальной дороги к Artificial General Intelligence или какому-то скачкообразному росту качества наших моделей просто не будет. Потому что человек всегда будет опасаться и защищаться от того, чего он не понимает, чему он не доверяет. Отчетом того, что большинство моделей, они, ну, вот вы можете почитать статьи, да, я думаю, вы и читаете статьи. Примерно 90% статей про ИИ, так называемые, про нейросети, они рассказывают, что мы взяли, попробовали, и у нас получилось вот на этих датасетах. Они не про то, почему была выбрана такая архитектура, почему это работает, какие там асимпатические свойства, и каковы фундаментальные законы работы этих моделей. Потому что там везде все ссылается, вот есть одна замечательная теорема, что мы любую функцию можем приблизить к каким-то количествам простейших таких сигмоид, их линейными комбинациями, и все. На этом фундаментальное обоснование эффективности нейросетевых алгоритмов заканчивается. Конечно, появляются и хорошие статьи, которые пытаются это сделать, и которых получается это сделать, но их критически малое количество, поэтому вот реноме, такой имидж нейросетей среди людей, которые принимают финальные решения, а это и компании, которые принимают решение применять или не применять в своем бизнесе, это регулятор, который принимает решение ограничивать или не ограничивать в своей стране это развитие, это люди, которые, являясь пользователями, принимают решение, а вообще мне нужно это или нет. И пока доверие не будет достигнуто, мы не будем куда двигаться, у нас просто будут разработки ради красивой идеи. Соответственно, рассуждая обо всем этом, я наконец пришел к пониманию, а какова же моя роль в этом всем. Мы с Арменом Львовичем, как раз следующим вашим лектором, сидели на интервью, рассуждали, я понял, что самая близкая метафора, это что вот я как семейный психолог сижу в кресле, нога на ногу, теплый свитер, приглушенный свет, напротив меня софа, где проходят такие вот приемы у семейного психолога, и напротив сидит вот чуть подаль друг от друга, чуть вот с расстоянием, чувствующимся напряжением, напряженностью некоторой искры витают, Герман Оскарович и гигачат. И я пытаюсь им донести, что вот сколько-нибудь эффективного, взаимовыгодного положения и в принципе жизненного пути они могут достичь только если построить свои отношения на доверие, и моя задача помочь им найти этот путь к доверию, объяснить человеку, почему работает искусственный интеллект, и при этом самому убедиться, что то, что называется искусственным интеллектом, моделью машинного обучения, моделью симуляционной, почему это вообще должно работать само по себе, не нарушивали какие-то базовые законы мироздания, предположения и ежи с ними. Соответственно, переходим к чуть более уже... фактурной части, то есть до этого это философия, теперь про физику. Значит, есть формальное определение модельного риска, оно даже проведено в УЦБ, но по секрету вам скажу, что взято просто, взято определение СБЕРа и дополнено тем, что важно было регулятору учесть. Соответственно, что мы видим и как мы можем воспринимать это для себя в реальной жизни, это ситуации, когда вы модели разработали, откалибровали, внедрили, а через полгода приходит к вам, не знаю, ваш разработчик и говорит, все пропало, точнее не разработчик, а бизнес-пользователь, ваш заказчик, говорит, все пропало. Вася, у нас мы выдали, не знаю, сейчас придумаем. А, ну вот, допустим, мы выдали кредиты по случайности под очень низкую ставку, очень много денег. Всем, у кого чисился флажок, пользователи онлайн-казино 1xbet или что-то такое. Вот понятный случай реализации, когда что-то пошло не так, и мы понимаем, что экономически мы очень сильно от этого гребем. Потому что вряд ли это сработало как венчурная инвестиция, когда мы раскидали деньги, и кто-то один сработал и покрыл убытки от всего остального. К сожалению, так не бывает. Так вот, очень много разных источников модельного риска, но самое главное, что нужно понимать, это в принципе про то, что это риск возникновения любых неблагоприятных последствий от того, что в процессе появляется модель. У меня здесь, к сожалению, ну, в Сберии, естественно, выстроена огромная система контроля качества моделей и надежности на всем жизненном цикле от начала разработки и до вывода моделей из эксплуатации. Я тоже не буду останавливаться на этом, чтобы чуть больше поговорить про какую-нибудь математику. Материалы вам пришлют. Прежде чем переходить к математике, такой понятный, простой кейс, вот первый, считающийся формальным кейс, реализация модельного риска. У меня, к сожалению, презентация не актуальна из-за того, что из-за меня. Давайте я окровенно скажу, потому что я не продумал, что нужно будет отключаться, и переставался, я смог найти только старую версию. Но есть такой замечательный кейс LTCM. Есть блаткая компания Long Term Capital Management. Кто-нибудь слышал? Можете в чат написать, например, про такую компанию. Нет, отвечает Роман. Спасибо. Я возьму на себя смелость посчитать, что это ответ за всех. Так вот, LTCM. Это очень интересный кейс. История, я постараюсь минуты за три уложиться, или за четыре, и рассказать. В свое время основным торговым инструментом, то есть мне очень близка тема, в принципе, работы с деривативами, производные финансовые инструменты, опционные фьючерсы, там игра на понижение, фильмы Margin Call с Кевин Спейси, потрясающий фильм. Немножечко, ну, Walks Wall Street, это как раз, наверное, пример другой. Вот в свое время все очень много торговали как раз фиксинком. Это облигации, ну, то есть торговля долгом юридических лиц. Банды, другими словами. И, соответственно, там все выглядело примерно, как в начале Walks Wall Street, когда сидят просто душные такие вот дядюшки и обзванивают, пытаются впарить всякие банды другим компаниям. Здесь все очень надежно, легко и просто. И поэтому рынок был не очень высокомаржинальный. Но при этом люди, которые там работали, очень так на кончиках пальцев чувствовали, что происходит, в принципе, на рынке. Когда гений терпопоражения. О, Василий, вы знаете, вы шарите за эту фигню. Так вот, и несколько птишек, таких вот коммерсов, буду их так называть, они придумали. Ну, вообще говоря, у нас сейчас наука не стоит на месте. Мы там придумали новые компьютеры. Мы получаем Нобелевки за экономику. И как раз вот в год накануне Нобелевку по экономике получило большое трио. Как раз вот Василий нам написал. Гении Black Shoes и Мертвым. Я думаю, эти фамилии многим знакомы, кто, в принципе, интересуется. Финансово-математикой. Коинтус и Файнанс. Как это обычно называют, кто хочет считать квантами. Они получили Нобелевку за модель оценки справедливой стоимости опционов в свое время. Ну, в принципе, деривативу. И вот эта модель Black Shoes и Мертвына, для тех, кто хоть как-то прикасался с экономикой и финансами, она знакома. Так вот, они позвали. Black отказался. Когда шел за мертвым, как раз вписались в тему и сказали, давайте мы превратим наши крутейшие абстрактные модели в живые деньги. И дальше им очень сильно поперло. То есть, академики придумывали шикарные модели новые как раз для торговли бандами. Коммерсы знали рынок, чувствовали, что ему нужно. И на рынках Америки и Европы все это проворачивали, основывались уже на результатах работы моделей. И все было шикарно. Доходность была на уровне 25-30% годовых. Такую доходность на рынке не мог выдать вообще никто. Это сумасшедшие цифры, если сравнить, в принципе, с базовой ставкой. То есть, если говорить об Альфе, то есть спреде между безрисковой ставкой и тем, что давала эта компания инвестиционная. Соответственно, но при этом никто не понимал, как она работает, поэтому всем запрещали туда инвестировать. Если говорить о финансовых институтах, too big to fail, от которых зависит экономика страны, и государственных чиновников, чтобы не было заинтересованности. Естественно, это все нарушалось. Естественно, они все туда вливали, потому что большие деньги готовы закрыть глаза на что угодно. И все было круто несколько лет подряд, пока, наконец, они не исчерпали всю маржинальность, которую могли вытянуть с Европы и Америки, и не решили посмотреть куда-нибудь по-восточнее. И ребята взяли свои модели, разработанные для бандов Америки и Европы, и использовали для бандов России в 97-м году. Для тех, кто родился чуть позже, или, может быть, просто не помнят, 98-й год – это год дефолта Российской Федерации, где страновой дефолт автоматически влечет дефолт всех корпоративных лиц, ну, всех корпораций, всех юридических лиц. И с учетом того, что они решили сразу открыть дверь на этот финансовый рынок с ноги, а с учетом того, какой доверии им на рынке отказывали, они торговали с плечом примерно 100. Плечо – это вот, если вы вложили, у вас на руках есть один доллар, а торгуете вы, как будто у вас есть 100 долларов. Это вот плечо. Вы можете представить, каких убытков они огребли. Это был колоссальный лось, который в десятки раз превосходил их капитал. И все бы схлопнулось, как в 2008 году, если бы, посовещавшись большие дяди, которые им давали деньги, а это были представители Минфина, представители ФРС, МВФ, Сити, Барклайс, Джипи, Джипи Морган, всех этих структур не решили дать возможность им отыграться и раздать деньги кредиторам. И за несколько лет им это удалось, после чего эта компания благополучно закрылась. Соответственно, в чем была проблема? Модели, которые они использовали, имели в качестве базового предположения те законы, по которым жили банды в Европе и Америке. По сути, они применили модель вне области применимости, области допустимых значений по конкретным характеристикам объектов воздействия, объектов анализа. И это тоже является модельным риском, когда вы вроде как имеете отличную отвертку, но применяете ее не туда. Забивайте микроскопом гвозди, если будет угодно. Очень убью эту историю, поэтому не мог не остановиться. Теперь про этот тезис. Собственно, казалось бы, нужно все учитывать. Но есть один нюанс. Вы никогда не сможете учесть все. И модельный риск будет возникать в принципе в любой модели за счет ее конструктивного несовершенства. Это заложено в природу модели. Любая модель есть упрощение. Но давайте я это математически докажу. Значит, я без ограничения в обществе буду считать, что работаю с моделью прогнозирования. Это можно спокойно экстраполировать на любой другой тип модели машинного обучения. Соответственно, работаю с прогнозированием. Если бы сейчас всякие термины из случайных процессов не пугаетесь, я постараюсь максимально доступно сейчас дать, потому что у нас неясен бэкграунд, вообще говоря. Значит, пусть у нас есть таргет, Y, T, это некоторый временной ряд. Что мы наблюдаем? Есть с точки зрения математики некоторые вероятности пространства фильтрации, на котором этот процесс, этот временной ряд задан. То есть под вероятностью пространства мы понимаем те законы мироздания, по которым вообще живет наш процесс. То есть если бы мы знали всю омега F и P, а сигма-алгебру F нужно воспринимать именно как все законы и всю информацию обо всем на свете, то мы бы, вообще говоря, могли описать Y, T в точности и работать с ним как с детерминированной определенностью. Но мы, к сожалению, не знаем. Нам в каждый момент T доступно только ограниченное количество информации. То, что мы можем выводить, например, в терминале Bloomberg или Rudata, там РИА новости кто-то поставляет. То есть то, что мы видим в наших датасетах. И вот FT, то, что называется элементом фильтрации, воспринимайте как информация о нашем процессе и всех связанных с ним, то есть по сути динамика, какие-то, возможно, законы, которые вы уже знаете, взаимосвязи, но только на основе исторической информации до момента времени T, где вы сейчас находитесь. Процесс. Также у нас есть информация об окружающем мире. Собственно, это внешние факторы XT, которые могут быть полезны для прогнозирования YT. Они также согласованы с фильтрацией FT, то есть в FT содержится вся информация и об этих процессах внешних, как то там макроэкономические показатели, не знаю, температурные показатели, физические риски, новостной фон, все, что вашей душе будет угодно. Едем дальше. В чем же заключается, вообще говоря, задача дата-сайентиста? Ему говорят, построй прогнозную модель. Ты такой берешь под козырек, я знаю там LSTM, я знаю, ну ладно, это уже старая штука, сейчас нужно говорить, я знаю TSU Former, я знаю TabNet, я знаю TimesNet и идете спокойно накатывать. Но давайте чуть откатимся, что же вы делаете с точки зрения формальной задачи? Вообще говоря, существует некоторая аналитическая форма зависимости, целевая функциональная зависимость между таргетом и факторами. То есть факторами мы включаем и собственную историю таргета, и информацию об окружающем мире. Соответственно, эта функция, которая реально описывает, как мы можем выразить будущее значение через предыдущие и внешние факторы, она может быть невероятно сложна аналитически. То есть там будете писать, как геном человека, она чисто в записи займет всю комнату, где я сижу. Потому что будет кусочно заданной, нелинейной, очень сложной, возможно, даже разрывной. Это никаких гарантий. Но вообще говоря, наша задача, как дать сантиста, максимально ее приблизить. Этим мы и занимаемся. Наша модель – это некоторое приближение такой целевой функциональной зависимости. Соответственно, такую функциональную зависимость, вообще говоря, построить невозможно руками. Если бы это было возможно, мы бы спокойно… Потребностей в дата-сантистах бы не было. Мы бы просто аналитически, как физики, выводили законы мироздания и дальше-то все считали по ним. Поэтому лирическое отступление я оставлю на конец, если хватит времени. Что делать ДС? Вообще говоря, из курса математической статистики и теории вероятности, я надеюсь, помните. Если не помните, освежите память, потому что математика машинного обучения, почему это все работает, оно зашито именно там. Наилучшей оценкой для будущего значения нашего таргета будет условное мотожидание относительно имеющейся на текущий момент информации. Мы предполагаем без ограничения общности, что XT содержит вообще все-все-все значимые факторы для нашего таргета. Для простоты. То есть, чтобы исключить случай, когда у нас модель несовершенна, потому что мы просто не учли какие-то внешние факторы влияния. Вот предположим, что мы учли все. Накидали огромный дата-сет, содержащий всю вообще историческую динамику по всем важным аспектам для нашего таргета. Тогда этот давно доказанный результат наилучшим приближением будущего значения будет условным мотожидание этого будущего значения относительно XT и Y-T. Y-T – это история нашего таргета до момента T. Опять же, из курса теории вероятностей нам должно быть известно, что вообще говоря, условное мотожидание относительно случайных величин может быть выражено как некоторая Боррелевская функция от этих самых случайных величин. То есть, мы избавляемся в нашем аналитическом урожении от Y-T плюс 1, то есть будущего значения таргета. И получаем, что нас интересует вот такая вот оценочка. Вот это вот F с крышкой T от XT и Y-T будет в каждый момент времени T приближать нашу исходную функциональную зависимость, которую мы хотим описать, найти, зафиксировать и по ней прогнозировать. Соответственно, поняли? Мы уже перешли от задачи описания прям идеальной зависимости к описанию оценки условного мотожидания. Но дальше сразу возникает следующая проблема. Мы, обладая просто набором информации в табличке, не можем аналитически вывести форму для условного мотожидания, для такой функции F с крышкой T. Мы можем это сделать только для каких-то конкретных кейсов, когда нам в точности известно, каким распределением подвержено, подчиняясь, точнее, XT и Y-T. И то это будет при размерности задачи больше трех невероятно тяжелая задача, близкая к нерешаемой. Ну, естественно, вы можете ее решить, как ученые древности там считали биномиальные коэффициенты и записывали все в книжечку, но вы на это потратите всю жизнь для одной буквально задачи. Поэтому, что мы делаем? Мы же разумные люди, поэтому используем метод научного перебора. По факту, когда вы берете и говорите, есть крутая модель, там, TimesNet, и я ее откалибрую, это означает, что вы фиксируете класс оценок, который вы будете использовать, он параметризуется гиперпараметрами этой модели, и дальше вы просто подбираете оценку, которая будет лучше всего приближать вот этой вот F с крышкой. И вот что вырисовывается? Мы построили, допустим, модельку, но эта моделька основывается только на имеющихся у вас данных. Она является приближением, то есть оценкой для F с крышкой. А F с крышкой является только лишь оценкой в каждом моменте для реальной функциональной зависимости FRW. Таким образом, каждый раз строя прогнозную модель, и когда вы считаете, что все прям суперидеально, это просто оценка оценки. Приближение, приближение, упрощение, упрощение чего-то сложного. И поэтому модельный риск, несовершенство, это есть естественное состояние для любой модели, которую вы построите. Но дальше возникает вопрос, и что, неужели все-то настолько плохо? Как дальше жить? А дальше нужно жить, просто работая с этим несовершенством, приняв его в себе, в своей модели, и придумав инструменты, которые помогут сделать это несовершенство управляемым. Осознать степень неопределенности, которая порождает ваша модель. Степень доверия, которую можно испытывать к результатам этого прогноза. И придумать инструменты, которые смогут предупредить нас о том, что наше представление о мире критически устарело. Соответственно, я сейчас говорю об инструментах как раз вот работы с неопределенностями, есть прям класс задач математики, которые называются прогнозирование неопределенности. Я сейчас говорю об инструментах мониторинга, собственно, самого качества модели. И я говорю об инструментах, которые позволят нам обнаружить, например, выход из зоны комфорта нашей модели, то есть той области значений факторов, описывающих окружающий мир и наш таргет, в рамках которого наша модель способна нормально работать. Есть такая замечательная две задачи, обожаю этот мем, поэтому, собственно, главный вывод, ребята, прежде чем приступать к изучению конкретных алгоритмов, дайте себе труд, как следует изучить основы, за счет чего все это работает, потому что нарушив какие-то базовые предположения, не понимая, почему что-то может пойти не так, вы можете впихнуть, не знаю, вы можете залить в машину ездящую на бензин дизельное топливо, вроде и то, и то горит, вроде и то, и то на заправках продают, но вообще говоря, автолюбители подтвердят, что так работать не будет. Значит, если мы говорим про формализацию тех инструментов, которые я говорил, отслеживание того, что модель перестала работать и отслеживание того, что мы перешли в какой-то новый режим, не знаю, какую-то новую реальность, где все и факторы, и таргеты работают по-другому, и наша модель может не сработать, это две также уже хорошо изучаемые задачи, в принципе, в компьютерной сайенс, концепт-шифт и дейта-шифт. С дейта-шифт все плюс-минус понятно, когда мы наблюдаем существенные изменения в характере данных, с которыми мы работаем. Концепт-шифт это как раз и есть момент смены формы зависимости реальной между фактором и таргетом. То есть, концепт-шифт это, по сути, та самая история, когда, ну, например, мы все помним, я думаю, что раньше, когда работали с курсом рубль-доллар, определяющие вообще, ну, вообще, суть к зрения экономики и мокры, определяющим явился внешнеторговый баланс и профицит или дефицит СТО, вот, но очень сильно влияние как раз на этот внешнеторговый баланс оказывало стоимость нефти. И помним, как красиво коррелировала стоимость нефти, даже марки бренд, которые мы не подставляем, с курсом рубль-доллар. И строили модельки на этом основании. А теперь мы переносим 22-й год, когда это все перестало работать. И это и есть концепт дрифт, концепт шифт точнее. Когда старая зависимость, которая отлично отрабатывала и показывала зависимость нашего таргета от какого-то фактора, нашего курса рубль-доллар от стоимости нефти, поменялись сами информационные потоки в системе, поменялась взаимосвязь. Нам нужно это сфиксировать и суметь сориентироваться в новых реалиях. Значит, у нас остается примерно 9 минут. Дальше там в презентации показывается один из инструментов для засечки обнаружения дейта шифта. то есть это ранняя индикация того, что модель может сломаться. Там раскидываются основные определения. Давайте мы сначала притормозим. Я спрошу, есть ли вопросы по тому, о чем мы беседовали все это время. Так, чат. Вопросов нет, пишет Роман. Выжидаю еще буквально минутку. Так, окей. Вопросов, видимо, нет. Что-то я не тоже шлил. Тогда поехали дальше. Постараюсь быстренько успеть краткий бриф вам провести. то, что будет происходить дальше, это попытка показать вам, как на стыке двух задач, хорошо известных на самом деле в компьютер сайенс, рождается вполне конкретный инструмент, который может повысить степень доверия, потому что рождает такого, не знаю, защитника. То есть, когда у вас какой-нибудь есть бодигард, вы плюс-минус больше уверены в своей безопасности. Также и бизнес, зная, что есть такой бодигард, который на любую неопределенность или смену окружающей действительности реагирует, будет чуть больше доверять результатам работы модели и, возможно, это сподвинуть его использовать их. Соответственно, используются две, два направления в компьютер сайенс. Первое, это обнаружение разладки, задача обнаружения разладок, в частности change point detection. Это обнаружение точки, в которой произошло существенное изменение вероятностных характеристик временного ряда. Очень популярная задача, почитайте, очень интересно. На курсе, если мы что, ее обсуждаем. И вторая компонента, второе направление, это информационная теория Шеннона. Вы, как я, надеюсь, да, эти сиентисты, математики, физики, думаю, и экономисты, там тоже что-то все рассказывают, слышали про информационную теорию Шеннона, энтропию Шеннона, и поэтому, я думаю, в принципе, этот термин не будет сильно нов. Если совсем уж Шеннон является новым, то, возможно, вы слышали mutual information, взаимную информацию, либо термин дивергенция кульбоколебера. То есть, это очень активно использующе использующиеся в машинном обучении количественные характеристики. Соответственно, про что вообще информационная теория? Это все родилось из задачи о повышении надежности передачи сигнала, как бы это сделать, и перетекло на самом деле сначала из дискретной математики в теорию вероятностей. Соответственно, там энтропийной метрикой энтропии Шеннона стали называть следующую величину. Здесь мы говорим о дискретных распределениях. Это все можно экстраполировать на дифференциальную энтропию, которая работает с непрерывными распределениями. Соответственно, энтропия имеет вот такой вид. Минус сумма по всем элементам пространства и данных исходов p от y налог 2 p от y. По сути, это объем информации, который необходимо держать про запас, чтобы описать всю неопределенность в системе, если совсем уж концептуально говорить. И с точки зрения распределений самая большую энтропию будет иметь равномерное распределение, потому что там нет вообще никаких закономерностей. Там максимальная неопределенность. Казалось бы, самое простое из распределений равномерное, но у нее энтропия больше всего. Чем лучше мы видим какие-то закономерности, как там в колокольчике нормального распределения или в горбе гамма распределения, тем по сути для нас очевиднее наличие какой-то взаимосвязи законов, по которым это работает. Равномерное вообще законов никаких, энтропия максимально. Соответственно, нам нужно прошагать долгую дорогу. Взятие условия относительно какой-то случайной величины для энтропийных метрик означает, что мы по сути вычитаем информацию, которая содержится в другой случайной величине. То есть держите в голове, что не зря это называется информационной теорией. Главное принять в себя концепт, что мы работаем с информацией. Информация, которая содержится в случайной величине х, в данных про х. Информация, которая содержится в случайной величине у, данных про у. И вообще говоря, в наших наблюдениях о объекте у может содержаться информация, полезная для х. Может ведь? Может. Какая-то общая для них информация, которую они делят между собой. И в этом случае, если мы берем условия, условная энтропия, мы по сути эту общую информацию выкидываем. То есть мы оставляем чисто новую относительно х информацию в игроке. Это про то, как работает взятие условия. Едем дальше. Одна, вот здесь будет хорошая веха, взаимная информация. Значит, это хорошая мера статистической зависимости. Это корреляция на максималках. Многие используют корреляцию для фичи selection для отбора значимых факторов, как, ну, по крайней мере, инструмент первого шага, первой итерации, а многие делают это всегда и используют вообще, невзирая ни на что. Взяли там корреляции и по корреляции отобрали значимые факторы и засунули их в какой-нибудь градиентный бустинг. Но не надо так делать, не надо так делать, потому что корреляция это в некоторой степени мера линейной зависимости между таргетом и факторами. То есть это всегда пролинейный случай. И именно поэтому возможность нелинейного взаимосвязи влечет за собой то, что некоррелированность не означает независимость. Так вот, взаимная информация лишена такого недостатка. Если она равняется нулю, то x и y действительно независимы. Более того, это мера возможной нелинейной зависимости. Поэтому если вам нужно что-то независимое от конкретной модели для отбора значимых факторов, используйте взаимную информацию. Это очень круто. Краткий вывод. Более того, взаимная информация это дивергенция Кульбака Лейблера для композиции маржинальных распределений и совместного распределения x и y. То есть по сути это как дивергенция Кульбака Лейблера это потеря информации при попытке описать одно распределение другим. Так вот здесь это потеря информации, которую мы будем иметь сейчас отвечу на вопрос потеря информации, которую мы будем иметь если попытаемся совместное распределение, где могут быть взаимные независимости описать просто смесью независимых между собой распределений. Роман спрашивает а в проклятие размерности таким образом не попадем? Есть достаточно большие проблемы с работой с проклятием размерности, но не с точки зрения взаимной информации, а с точки зрения оценок уже для трансферной энтропии. Мы собственно к ней идем. Для взаимной информации в целом получены достаточно уже хорошие методы оценки, которые базируются на КНН. Поэтому теоретически для КНН методов будут характерны те же самые проблемы с проклятием размерности, что и в общем случае. Но тем не менее для базовых кейсов во-первых есть методы борьбы с проклятием размерности, а во-вторых с точки зрения парэта оптимальности 80% кейсов это будет работать хорошо. Дальше к чему я вел. Условная взаимная информация бла-бла-бла-бла. Мы можем из взаимной информации то есть той общей информации икса и игрока исключить какой-то внешний драйвер. Здесь у меня уже подходит время легко себе тоже представить что есть какой-то драйвер который влияет и на икс и на игрок а сами икс и игрок между собой вообще говоря не связаны никак. и если их почистить от з то мы вообще говоря получим чистую меру зависимости икса и игрока и это нас приводит к дальнейшему. Трансфертная энтропия собственно метка про которую я хотел вам рассказать она была независимо придумана между собой независимо между собой придумано трио точнее концепты появились практически одинаковые у трех людей Винер блин Винер Грейнджер Паулюш и Шрайбер здесь опять же мой личный мем я очень им горжусь здесь пара ученых но они вместе придумали Винер Грейнджер Каузелити возможно слышали концептуально очень похоже но хочу вот просто довести до конца сам тезис вот что такое трансфертная энтропия вот ее определение по сути это взаимная информация будущего значения таргета и текущего значения фактора очищенная от влияния истории таргета то есть по сути вы вычищаете более того вы можете вычищать не только историю таргета но и историю фактора вы вычищаете все что будет лишним и вычисляете чистую зависимость будущего значения таргета от фактора. Такая вот кристаллизованная значимость фактора, что очень хорошо играет именно в задачах прогнозирования, потому что учитывает временную структуру. И инструмент очень крутой, его нужно постараться, чтобы освоить, потому что самое сложное, что есть, это работа именно с методами оценки. Но если освоите, есть прекрасная монография Баса Майера, я обычно всегда скидываю фоллоуапом вместе с презентацией, очень понятным языком написано, то это будет ваш ультимативный инструмент по сравнению с ДСМ, которые об этом не знают и пытаются строить на основе, не знаю, линейных регрессий и отобранных факторов. Какие-то модели. Соответственно, дальше мы берем задачу выявления разладки, то есть, когда мы ищем какие-то разрывы, изломы, нарушения цикла, рост разброса с точки зрения поведения ряда и скрещиваем их между собой. По сути, мы рассматриваем информационные потоки в системе, в динамике и ищем момент, когда они нарушаются, когда они изменяют свой рисунок. Для нас это как раз и будет означать, что модель перестанет корректно отлавливать и описывать реальную взаимосвязь между таргетом и факторами. Немножечко, может быть, под конец скомканную, потому что пришлось торопиться, но, надеюсь, удалось хоть немножко заинтересовать. Материалы я обязательно скину фоллоуапом и очень рекомендую вам к изучению данных инструментов и задумываться при построении модели, а к чему это может привести. И почему это все, в принципе, работает. Всех, кто заинтересуется этим более глубоко, жду на Афтиаде на нашем курсе. Всем хорошего вечера. Был очень рад с вами присутствовать. У меня, к сожалению, начинается следующая встреча. Хорошего вечера. Спасибо большое, Женя. Армен. Ох, Армен Ливонович к нам присоединился. Женя, ты был великолепен, просто потрясающе. Как обычно. Я выступал на разогреве у звезды этого вечера, поэтому я надеюсь, у меня будет потом запись посмотреть, чтобы этот огонь не прошел мимо. Ребята, вам категорически повезло с тем, как вы проведете этот вечер. Женя, обожаю тебя. Так, да, всем привет. А меня вообще слышно, видно? Слышно, видно. А меня, а как меня видно? Хорошая, видно. тыってる заstanок. я, я думаю, я, я тебе瓜а. Я, 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 я вот,